И так, ну что ж, Ария Рума и маленькие любители горячих колоний, морозной зимы, хардкорного прохождения и невероятных историй. У микрофона как всегда ваш покорный слугам Амору, и я рад представить вашему вниманию продолжение цикла выживания в ледяном аду. Ну и прежде чем мы начнем, хотелось бы выразить огромнейшую благодарность за поддержку, которую вы оказали под прошлым видеороликом. Мне безумно приятно было читать ваши комментарии, поддержки и комментарии с вашими предложениями по переименованию колонистов. Но тут кое-какая накладочка вышла. Дело в том, что данный материал записывался перед тем, как вышла та серия, в связи с чем информация о новых именах до колонюк не дошла. Но обязательно дойдет в следующей части, так что вы не забывайте писать ваши предложения имен в комментариях. А я не смею больше вас задерживать, и мы продолжаем. В прошлой же части я напомню, что все началось со Сью, которая после побега с голым хвостом оказалась неизвестна где. Ей приходилось прикладывать просто нечеловеческие усилия, чтобы просто выжить. Но она не прекращала попыток завербовать хоть кого-то себе на помощь, но никто так и не соглашался остаться жить в ледяном аду. Но все же были колонисты готовые к испытаниям, готовые к тому, чтобы начать новую жизнь именно здесь. Но я все же рекомендую посмотреть предыдущую серию для лучшего понимания сюжета. Ссылки, если что, как всегда, есть в описании. И остановились мы как раз на том моменте, когда Сью, Гудвин и Шафер после очередного нападения пытались завербовать Козу. День 101. Сходу на нас свершается налет нападанцев. Это скоординированный отряд милишников. Главное их не подпускать слишком близко к тебе. Благодаря слаженной командной работе наших девчат без проблем отражаем нападение. А одного из врагов мы даже пытаемся еще и захватить. Попытаем удачу, по крайней мере. День 104. У нас по-прежнему ведутся переговоры с заключенными о их присоединении. В ходе переговоров мы пошли даже на некоторые уступки и улучшили им условия бытия. Провели в их камеру душ. Будем надеяться, что они смогут очень скоро к нам присоединиться. Ну и конечно же сразу после посвящения вермаморизма. День 107. Эпидемия чумы приходит нашей земли. Шаферы Гудвин заражаются проказой. У нас есть передовые медикаменты ИСЮ, которая за все время пребывания здесь нехило так прокачала свои медицинские навыки. Мы уверены, что максимальный посильный режим и хорошее лечение сделают свое дело. Но видимо Гудвин считает иначе. После первой дозы лечения она срывается и направляется к заключенным, чтобы покрыть их слоем трехэтажного мата. Не то чтобы на это были причины, просто этого захотелось. Не успевает наша Гудвин отойти от сырва, как тут же еще один совершается налет. К тому же не самый простой. Каждый из нападанцев обладает серьезным видом огнестрела. Ощущая предстоящую опасность, у нас просто нет выбора, как задействовать всех колонистов, даже самых болеющих. Но и тут Гудвин видимо считает иначе и снова срывается. У нее начинается паническая атака, приводящая к дичайшему ступору. Сью и Шаферу ничего другого не остается, как пытаться выиграть открытие нашей базы. Шафер со щитом стоит в авангарде, а Сью своими меткими лапками пытается нанести урон. Сью сразу пытается вести огонь на поражение. Но выстреливая всю обойму, не получается достичь нужного результата. Когда же Сью пытается перезаряжаться, Шафера смертельно ранят. Из-за слабости вызванной чумой и общей усталости, колонистка падает не в силы больше сражаться. Сью видя это, вставляя последний патрон, впадая в состояние ярости, одним метким выстрелом выводит сначала самого ближнего нападанца, а вторым выстрелом забивает с ног самого незащищенного. И так остается лишь один нападанец в броне. К сожалению, наша патрона не наносит ему должного урона. Остается лишь надеяться, что шальная пуля попадет в незащищенные участки. Агрессор, понимая ситуацию, решает просто украсть Шафера и сбежать. А Сью в это время не прекращает вести по нему огонь. И только чудом, уже за стеной нам удается отвоевать нашу подругу. К несчастью, она сильно ранена, но Сью обязательно приложит все свои усилия для ее спасения. Кошка-девочка, оказав первую помощь, срывается, не выдерживая градуса ответственности и всего, что навалилось на нас в последние дни. Единственная хорошая новость за все это время, что Гудвину теперь ничего не угрожает, и она временно будет выполнять свою работу. Чего же нельзя сказать о Шафере. Из-за огнестрельных ранений у нее обострилась чума, и лечение, к сожалению, не особо эффективно. В то время как сама болень все быстрее и быстрее прогрессирует. Ко всему тому же, у нее обнаруживается еще и одно легкое заражение левой руки, что на общем фоне, в принципе, является наименьшей проблемой. Заботясь о Шафере, мы совсем позабыли о крошке Сью, которая в ходе сражения тоже получила огнестрельное ранение. Она бы погибла, если бы не передозировка наркотиками. Согласен, звучит как-то абсурдно, но из-за них она потеряла сознание, и Гудвин смогла оказать ей первую помощь и сделать перевязку. Сью сейчас предписан максимально посильный режим до полного выздоровления, но вот Шаферу везет гораздо меньше. Она так и не смогла отправиться от полученных ранений, и чума побеждает. Это сильный удар по всем нашим колонистам. Еще больший удар в том, что мы даже не способны организовать для нее похороны, или похоронить в склепе. Возможно, как только наша колония не будет на грани краха, мы обязательно проведем нужный обряд погребения. После похорон Гудвин впадает в ступор, опять, меняя себя во всем произошедшем. Ведь если бы не банальное желание покрыть матом заключенных, то мы бы не понесли такую потерю. Когда же обе наши колонистки не способны больше передвигать лапками, к нам на помощь бежит незнакомец в Черном. Незнакомца, как выясняется, зовут Валду, и он единственный, кто на данный момент может хоть что-то сделать. Валду на удивление оказывается неплохим колонистом, и мы с радостью принимаем его в свои ряды. Ну и если быть совсем уж честными, то и выбора-то у нас особо нет. Валда спасает Гудвина от оборожения насмерть и пытается навести порядок среди хаоса, творящегося в колонии. Приход нового колониста – это маленькая надежда среди всего того, что происходит вокруг. Ииии этого достаточно, чтобы вывести Сю из ступора. И теперь наша кошкодевочка занимает роль повара в колонии. Валда будет заниматься строительством и шахтерством, а Гудвину поручим, как только проснется, все остальное. День 109. Колония еще не успела прийти из себя с трясений, происходящих пару днями ранее. Так еще и злобные лисицы мешают нам собирать урожай, из-за чего нам приходится снова рисковать своими шкурками и охотиться. Хорошо, что нам везет, и отбиваясь от этого нападения, мы отделываемся небольшими царапинами. День 111. Узнав о том, что колония ослаблена, и, видимо, сильно недовольные тем, что их не кормят просто потому, что у колонистов нет на это времени, заключенные решают устроить побег. Но, к сожалению, им не везет. Они выбрали бежать хоть и в самый ослабленный момент для нас, но также и в самый яростный. Выплескивая всю накопленную ярость в узком помещении, мы без суда и следствия застреливаем избегающего пленника, который хотел украсть у нас оружие. Вторая же пленница выбрала более лучшую тактику, и решила просто сбежать по самому короткому пути. Но, видимо, в ее великолепном плане все же был изъян, и зачем-то она решила напасть на двух вооруженных колонистов. Тем, в свою очередь, это, естественно, не нравится, и без лишних сожалений они вручают ей премию Дарвина. Видимо, и в этот раз нам не суждено хоть кого-то завербовать. День 113. Рысь охотится на Гудвина, но потом резко передумывает. Чтобы лишний раз не провоцировать, мы решаем перестраховаться и добыть в колонии немножко мяса. А после к нам приходит караван и решает сразу же уйти из-за неподходящих температурных условий. Это неудивительно, учитывая невозможный холод, окружающий нас повсюду. День 114. Бэт в колонии начинает приходить немножко в норму, и принято было решение продолжить заниматься переносом кухонной зоны и всем, что с этим связано. Так как у новую кухонную зону было начато покладывание кобеля питания. День 117. Девять агрессивных енотов желают прополоскать наших работяг. Но, к сожалению, только двое из пришедших годятся в пищу. День 118. Заканчивается проект по созданию кухни. А вернее, строится полноценный холодильник, переносится зона поготовки, и ведутся последние приготовления по сооружению обеденной зоны. А также в этот день случается очередное окружение капсулы с колонисткой. Рана у нее не смертельная, и мы решаем предпринять меры по спасению поданки. Ведь, как ни странно, она является членом Империи, и спасая ее, мы обязательно поимеем определенные бонусы. День 120. Нападение глазадых застранцев. Ничего серьезного, из-за вооружения только луки до стрела. Отбитие нападения происходило по уже отработанной тактике. Сью берет руки малый щит, который вряд ли как-то поможет просто для собственного успокоения. И пистолет, который позволит вести более скорострельный огонь. Валда и Гудвин становятся за кошка-девочку, и пытаются вести точечный огонь из винтовок. Дело в том, что именно пытаются, ведь о их умении мазать можно только слагать легенды. В такой формации нам без проблем удается победить в сражении, отделавшись у Валда лишь небольшой царапинкой. День 122. Распланирован новый проект. Начато создание карьера. Наши полезные материалы очень стремительно подходят к концу. Особенно мы начали испытывать надобность в стали и компонентах, которые требуются на нашем этапе развития просто в очень больших количествах. Также было бы неплохо в карьере, если конечно же получится начать добывать гранит. Самый твердый материал, который мы можем найти. Гранит мы бы пустили на строительство оборонительных сооружений, и нам, может быть, в будущем не пришлось бы обороняться, прячась за спинами друг друга. К сожалению, хоть в округе и были обломки гранита, все, которые были бы поблизости, мы уже использовали. Именно поэтому строительство карьера сейчас в приоритете. Но только и здесь у нас появляется новая проблема. Добывать материалы на постоянной основе некому. Значит, будем мы очень старательно пытаться искать в нашей ряды хороших шахтеров-пещерников. За всего каких-то 4 дня голода к нам обещает присоединиться Хан Сан. Мы абсолютно ничего не знаем о нем, но так как нам сейчас нужны колонисты любого характера, с радостью принимаем это предложение. Хан Сан оказывается хорошим животноводом, умеющим стрелять. И на этом на самом деле все. Как отличная боевая пешка, в наших условиях он подходит идеально. По вседневности же большую часть времени будем стараться выдавать ему задания типа «Принеси, подай», что тоже будет приносить пользу колонии. Ко всему тому же оказывается, что за долгую свою жизнь этот колонист нажил себе много шрамов и больную спину. Что в принципе не так критично. Это можно исправить с помощью высоких технологий. Только вот большой вопрос, когда мы до этих самых высоких технологий сможем дойти. День 123. Очередная инвентаризация наводит нас на определенные выводы. В результате чего? Распределение задач наших колонистов немножко видоизменяется. Гудвин целиком и полностью сейчас концентрируется на изучении самостоятельного производства патронов. Наши боезапасы на складе стремительно подходят к концу. По нашим подсчетам можно было бы конечно не переживать еще пару месяцев. Но нам уж очень не хочется оказаться в ситуации, где у нас резко заканчиваются патроны прямо посреди боя. Также самостоятельное производство боезапаса позволит нам еще больше нарастить боевую мощь колонии. Мы уже сейчас можем добывать оружие врагов. А с самостоятельным производством патронов мы сможем еще ими пользоваться. День 124. Вот вы помните ту имперскую девку, которая упала к нам на капсуле и которую мы жизнь спасли? Вот и я уже успел к этому времени забыть. А она была и очень даже хорошо себя чувствовала до тех пор, пока не захотела подраться с медведем. В результате чего осталось без головы. К сожалению из-за этого мы лишаемся такого лакомого кусочка халявной репутации, который практически был уже у нас. День 125. Построение карьеры завершается и продолжаются активные поиски желающих добыть нам полезные ископаемые. День 126. Собирательница Аня бежит и зовет на помощь. Мы конечно же соглашаемся. И оказывается, что Аня очень много могущий колонист, за исключением ведения боевых действий. Но ничего страшного, ведь главное это то, что мы нашли нового повара в нашу колонию. С приходом Ани на поверхность всплывает еще одна насущая проблема. Проблема с провизией. Нашей маленькой импровизационной фермочки не хватает, чтобы прокормить 5 голодных ртов. Самый разумный вариант сейчас, это изучить геотормалочку и удаление толстых крыш, чтобы построить новую ферму в скале. И поэтому мы начинаем выдалбливать необходимое помещение. По расчетам Гудвина, нашим колонистам будет хватать еды впритык до постройки новой фермы. День 127. У нас появляется еще одна проблема. Пообщавшись с Аней, чуть подольше изучив ее получше, мы сталкиваемся с проблемой ее вероисповедания. Из-за сильных запросов, она в будущем будет постоянно конфликтовать с нашими колонистами. И лучше сейчас решить уже эту проблему. Поэтому мы сажаем ее в тюрьму и принимаемся лечить. Ну, в смысле переубеждать в единственном аморизме, конечно же. День 128. Судя по всему, рассказчикам нравятся наши страдания. И они гневаются на то, что мы хотим проблему веры решить так просто. Сьюзы болевают чумой. Но самое худшее в том, что у нас в колонии полностью отсутствуют хорошие лекари. Вот от слова совсем. Хорошо, что есть хотя бы передовые медикаменты. Будем надеяться, что своевременная оказанная помощь поможет нашей страдалице пережить очередную болезнь. День 129. Видимо, это была какая-то игрушечная чума. Ведь буквально на следующий день Сью выздоравливает. Чудеса какие-то. День 130. Достаточно серьезное нападение. Пять нападанцев. И все с огнестрелом. Даже несмотря на то, что огнестрел это очень ранние эпохи, он может принести нам очень много проблем. Ведь наша одежда до сих пор не способна от него защитить. И вся беда в том, что мы даже не пытаемся что-то предменять в этом направлении. А все потому, что есть куча более важных насущных дел. Самый действенный сейчас способ склонить перевес рандома на нашу сторону, это встречать вражина в ограниченном пространстве. Но для этого нужен танк. Роли которого выполняет успешно Хасен. Мы из особых проблем одолеваем эту волну врагов. Ну да, наш колонист находится при смерти. Главное, что не умер, и мы сможем его вылечить. Не успевает наш доблестный воин отправиться от полученных травм, как следом получает новые. Белая медведица сходит с ума, и нашему танку снова приходится терпеть дамаг. Пока остальные колонисты нашпиговывают медведицу свинцом. В результате сражения Хасен потерял много крови. Но Сю быстро поставит его на ноги. Просто уйдет какое-то время на восстановление. Зато нас ждут великолепного качества блюда с мясом. День 131. Завершение изучения механики. Теперь у нас есть возможность построить стол для производства патронов. И этой возможностью мы незамедлительно воспользуемся. А также весь ТРС, полученный Хасеном на днях, меняет его мировоззрение. И он решает сменить имя на Рамон. Еще раз со своей стороны напомню, что всеобщая смена имен произойдет только в следующей серии. Прошу прощения за эту небольшую накладочку. День 134. Сью снова заболевает. На этот раз гриппом. Но у нас уже есть отработанный порядок действий на этот счет. Будем надеяться, что медикаментов в таком режиме нам хватит надолго. День 135. Наконец-то Аня принимает нашу веру. И готова с новыми силами выполнять свои обязанности на кухне и радоваться жизни. А вечером за 15 дней вулканической зимы нам предлагают передовые медикаменты. И конечно же мы берем это задание. Очень интересно, как будет это влиять на климат в вечной мерзлоте. Спойлер? Никак. Ну, может просто температура упадет на пару десятков градусов. Что в принципе не критично. День 136. Значит глобальный проект по перестройке новой продовольственной фермы. К сожалению, больше медлить нельзя. Наши подсчеты были неверны и новая ферма нужна была уже вчера. Сейчас нужно построить ее как можно быстрее. Ее проект спроектирован с той целью, чтобы быть максимально теплоэффективной и обеспечить равномерное разбрызгивание воды на все пассивы. Так мы сможем максимально быстро получать новый урожай. Осталось-то всего ничего. Построить эту самую ферму. И для ее эффективного теплообмена ни в коем случае не будем забывать о двойных стенах, которые здесь будут максимально уместны. День 139. Успешно строится версталь для производства боеприпасов. И начата новая эра базы с безграничным боезапасом. Теперь у нас только проблема с тем, и с чего этими патронами стрелять. День 141. Все силы колонистов брошены на постройку фермы. Чтобы хоть как-то продержаться, мы урезали запасы еды наших колонистов и надеемся, что выигранного времени хватит до нового урожая. День 143. Нападают на нас мрачные. Встречаем мы их в ограниченном пространстве и очень даже успешно. Все шло по плану, пока у Сьюни закончились патроны. И ей не пришлось обороняться с помощью отобранного у вражин оружия. И этого можно было избежать, если бы кое-кто, не будем показывать пальцем, ответственный за производство боеприпасов, не забыл бы эти самые боеприпасы себе взять. Главное, что все обошлось и мы победили. День 144. Успешно завершаем проект с фермой. Это полностью готовая ферма, которая будет функционировать достаточно долго. Ну, это по крайней мере в наших планах. Рисовые культуры уже высажены и остается только ждать, когда же нашим колонистам вновь удастся набить свои животы до отвала. Когда же наша колония изучит новые технологии? Эта теплица обязательно переедет поглубже в гору, чтобы в случае нападения и частичного разрушения базы мы не остались бы совсем без еды. И к тому же в скале у нас не будет тратиться столько электричества на поддержание комфортной температуры, сколько тратится сейчас. Ближе к вечеру империя предлагает нам задание по строительству. Казалось бы, вот милость короны, которую мы могли бы себе взять. Но сейчас репутацию за империей лучше будет наладить. Так считают колонисты. А когда же у нас будет достаточно бесполезный колонист, который только умеет что и болтать? И вот ему-то и обязательно мы даруем. И титул, и корону, и все сопутствующие с этим привилегии. День 145. Колонисты зоом урчащих голосов смогли призывать толпу мигрирующих медведей. И это невероятно классно. И кто знает, что было бы с нами, если бы не мясо, пришедшее к нам. Наши запасы еды в колонии совсем закончились. А до созревания теплиц еще не скоро. И очень большой прирост мяса в нашей колонии нам только на пользу. Даже не задумываемся ни на секунду и устраиваем медвежий геноцид. В результате получаем кучу мяса и небольшие царапины. День 150. Завершается изучение микроэлектроники. Благодаря чему мы собираемся построить консоль связи и лучшим образом торговать с торговцами. Ну и конечно же потом мы построим более лучшие 100 для исследований. Но пока что просто не хватает свободного круга для этого. День 151. Счастье было недолгим. На нас нападают первые механоиды. Как только это случается в голове у Сью возникает вопрос. А почему мы до сих пор не построили нормальный киллбокс? Отряд механоидов состоит только из двух. Улана и Жнеца. Не самые серьезные противники, но они могут доставить неприятности. Все потому что наше вооружение достаточно слабо против них. И мы еще к тому же толко не умеем пробивать их металлическую броню. В будущем неплохо было бы заиметь себе вооружение электромагнитного типа. Оказывающее наилучший эффект на мехов. В ходе непродолжительной схватки мы смогли одолеть нападанцев. Но какой ценой? Первым пал механоид с огнестрелом. А на ближней дистанции Жнец оказывает наиболее сильное воздействие. Нам приходится пожертвовать Ане и Рамона, которые получают серьезные ранения. Зато основной огневой силе удается отступить, перегруппироваться и продолжать нашпиговывать Жнеца свинцом. В результате чего Аня потеряла правую ногу. А Рамон несколько пальцев на руках. Помимо других колодых ранений. Своевременно оказанная помощь ставит клонистов на ноги. Ну на три из четырех. Главное, что все остались живы на самом деле. Вся основная печаль беда в том состоит, что мы даже Ане не можем деревянную ногу поставить. Ведь у нас все это время попросту нет ни одного кусочка дерева. И заполучить его мы никак не можем, кроме как торговать с другими поселениями. И то не факт. Ведь у нас ледяная планета. И кто знает, есть ли вообще на этой планете дерево. Но на самом деле все могло бы закончиться гораздо хуже. И нам нужно в скором времени думать о создании коробок смерти. Чтобы в следующий раз нападанцы даже и подумать не могли о том, чтобы к нам подойти. День 157. Колония продолжает медленно восстанавливаться полученных травм. А у торговцев экзотикой мы покупаем передовые медикаменты. Которые начали стремительно заканчиваться, как только мы начали слишком много конечностей терять. День 160. Приходит оптовый торговец. Мы сбываем ему кучу бесполезного мусора, взамен покупая недостающие элементы на постройку партняжного шкафа. С этой постройкой мы смогли бы заняться собственным производством одежды. Что в первую очередь избавит нас от постоянных рваных дебафов. А также мы смогли бы лучше защитить себя от различных травм и ранений. День 167. В нашей колонии уже который день наблюдается серьезная нехватка электроэнергии. А ее нет, потому что у нас нет ресурсов для постройки новых электродобывающих установок. Из-за нехватки электричества у нас не хватает отопительных систем, которые полностью завязаны на энергии. А из-за нехватки тепла у нас начинают понемногу помирать пассивы. Из-за чего мы сможем снова начать голодать. Чего очень бы не хотелось. Наши колонисты стараются как можно больше использовать карьеры и добывать ресурсы. Но это получается с попеременным успехом. Наша сейчас основная цель накопить стали и компонентов на постройку геотермального источника. Хотя бы одного. И это бы закрыло сразу же множество проблем. А также начинается небольшая перепланировка зон. Делаются оборонительные сооружения в стенах базы. Нацеленные в первую очередь на внезапные нападения жуков. Потому что непонятно как скоро мы сможем изучить технологию удаления толстых каменных крыш. И обезопасить себя от этого рода нападений. А уже во вторую очередь эти стены помогли бы нам изолироваться немножечко от холода окружающей среды. В результате чего электричество на отопление бы помещению уходило бы гораздо меньше. День 171. Мы арестовываем Рамона. Конечно терпеть его постоянные срывы можно. Но и лучше сейчас обратить его в веру маморизма. И избавить уже от ненужных трудных мыслей. И в этот же момент засранцы с луками нападают на нас. В результате сражения мы отделываемся легким испугом. И вообще сражение с луками не представляет для нас уже никакой опасности. День 173. Рамону явно не нравится находиться в заключении. И он просто от безделия предлагает Сью встречаться. Да не долго думает и соглашается. Ведь всю свою жизнь ей так не хватало мужского внимания. А тут у нее как бы под боком его очень даже и много. Единственное теперь Рамон еще больше будет недоволен своим заключением. Ведь как ни странно он не может спать вместе с Сью в одной кровати. И это очень большая трагедия. А также наконец мы изучаем геотермальную энергетику. И сразу же строим геотермальный генератор. Приходится использовать наиболее удаленный от базы источник. Поскольку остальные два источника задействованы в терморегуляции базы. Видимо поразнав об этом, что у колонии налаживаются дела. Бьянка решает присоединиться. И на деле она оказывается невероятно хорошим колонистом. Мультизадачный и с невероятно хорошими чертами характера. Мы с радостью приветствуем ее в наших рядах. День 178. Империя предлагает нам задание. И мы снова принимаем его за репутацию. Задание заключается в отражении достаточно несерьезного нападения. Которое должно случиться через какое-то время. К вечеру к нам прилетают торговцы. И мы у них наконец-то покупаем протез ноги для Ани. И сразу же пытаемся его установить. Хорошо, что операция проходит без осложнений. И Сью успешно справляется с несложной задачей. День 179. Имперские нападанцы нападают. Опасаясь взрывчатых веществ, мы принимаем их в чистом поле. И благодаря превосходству вооружения, мы без проблем одерживаем победу. День 182. Рамон затеивает побег. Непонятно откуда и зачем, он раздоблсчит и пытается сбежать. Наши колонисты не растерялись. И Сью вместе с Гудвин запинывают пленника. В какой-то момент Сью даже применяет огнестрел. Но Рамону вообще на это все равно. И он борется до последнего, даже против своей любимой. Нам удается его удалить только численным превосходством. Девчонки после сражения идут сначала залечивать пленника, а уже потом свои пустячковые раны. И конечно же мы первым делом после отберем у Рамона щит и проведем профилактическую беседу. А идея избежать из заточения. Мы все прекрасно помним умение Сью действовать в таких подобных ситуациях. Сейчас Узника спасли лишь чувство симпатии. Но это сугубо единоразовая акция и в следующий раз Сью обязательно попадет ему в голову. День 183. А Рамону очень видимо понравилось избиение и унижение. А Сью понравилось избивать и унижать идиота. На радостях они принимают единственное разумное в этой ситуации решение. Они решают пожениться. А также в этот день на нас нападают 4 нападанца с огнестрелом и 1 милишник. Достаточно серьезная кампания по нашим меркам. И в который раз мы вспоминаем про киллбокс, который если бы был построен, то обороняться было бы гораздо легче. Но на самом деле и так нам удается без проблем одержать победу благодаря небольшой тактической хитрости. Мы просто по одному отстериливаем приходящих нам врагов и без усилий побеждаем. А вечером это все же случается. И мы наконец-то начинаем планировку коробки смерти. День 186. Снова Сью заболевает чумой. Но у нас медикаментов много и надеемся, что все обойдется. Просто в очередной раз строительство будет замедлено. День 188. Проект постройки стены идет полным ходом. Было принято решение снести ветрогенераторы, которые мешают постройке. Они и так уж сильно сейчас принимают участие в производстве электроэнергии. И гетермалочка вполне позволяет нам обойтись без них. День 193. Ведутся финальные подготовления к постройке киллбокса. Достраиваются лишь бойницы, из которых будут вести огонь наши колонисты вместе с турелями. А часть стены, которая будет заманивать вражин, уже давно построена и успешно функционирует. Конечно же, этот киллбокс несовершенен и его нужно будет дорабатывать. Это просто первая линия обороны. В планах укрепить северное направление, нарастить количество стен, чтобы вражинам было сложнее пробиваться. И сделать колючую проволоку, чтобы лишить возможности противников прятаться за укрытиями. Ну и, собственно, изучить и поставить турели, которые бы помогли нам вести загородительный огонь по противникам. Ну а после, когда же линия обороны будет достроена, мы обязательно сделаем еще один киллбокс. Только поменьше, чтобы в случае прорыва или в случае недепланированных ракет, у нас была бы возможность отступить, перегруппироваться и снова продолжить оборону. Но учитывая, сколько времени и сил ушло только на одну эту постройку, и то незаконченную, неизвестно, когда мы сможем воплотить все наши планы. День 195. Неполноценный налет, но все же нападение агрессивных животных. И это прекрасная возможность убедиться, что киллбоксах к минимуму теперь обезопасит нас от агрессивных зверей. День 196. Нашему пленнику снова захотелось острых ощущений, и он снова пытается сбежать. Но у него не выходит, благодаря слаженной работе колонисток. Рамон, давай на чистоту. Если ты просто хочешь, чтобы тебя побили, ты просто нам скажи. Не обязательно каждый раз при этом пытаться сбегать. Ну и вот к чему это привело. Гудвин ссорится с Сью. Вторая попытка усмирения Рамона пробудили в Гудвина какие-то нежные чувства к пленнику. Но она осознает то, что Рамон выбрал не ее, а Сью. И это не дает ей покоя. Девчонки решают все выяснить, кому же достанется в итоге пленник. Прямо посреди столовой, раз на раз на кулаках. В результате сражения победу одерживает Сью, и впредь Гудвин обещает не пытаться предпринимать попыток по соблазнительному избиению Рамона. Но вот и не за горами, двухсотый день настал. Это были очень продуктивные 100 дней жизни нашей колонии. Мы достаточно выросли во всех смыслах. Теперь наша колония это достаточно крепкая, почти сплоченная семья. Ну конечно же со своими склоками и капризами, но все же семья. Холод как опасность постепенно отходит на второй план, с появлением геотермальных источников. Но все же всегда наши дела могут пойти не по плану, и стоит об этом помнить. Переименование всех колонистов произойдет сразу же в следующей серии. Не забывайте писать новые имена для колонистов, которые могут появиться. Я все читаю, на все отвечаю. И возможно именно идея вашего имени будет дарована следующему колонисту. Ну а также мне хотелось бы начать дружить все-таки до поры до времени с Империей. И в связи с этим у меня к вам вопрос, кто наиболее достоин на ваш взгляд титула короны. Сразу скажу, что Сью наотрез отказывается быть коронована из-за своего прошлого. Может быть эта история когда-нибудь в будущем и будет нам рассказана. Ну а пока всему свое время. Ну а также я очень сильно понимаю то, что пролюбился со сроками. И это у нас видео выходит аккуратно накануне нового года. Я понимаю то, что я хотел как бы римочку выпускать каждый месяц, но не всегда все идет по плану. И не всегда я все успеваю. К сожалению это так. Надеюсь в следующем году все будет кардинально по-иному. Но со своей же стороны хочу вам пожелать всего самого наилучшего в будущем году. Чтобы весь негатив и все плохое осталось в уходящем году. А в новом году нас ждало все только самое хорошее. Классные видеоролики, интересные истории, лучшие зрители и отличное настроение. Ну и в таком случае на этом пожалуй все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был как всегда. Ваш покойный слугам Амору. И с Новым Годом!